И, друзья, с вами StarLadderTV, с вами GodHunt, ну и, братюня, стул, сколько матчей мы с тобой откомментили? Сколько пройдено с тобой, сколько часов в эфире было? Правильно, помолчи, помолчи в эту важную минуту. Ладно, RockSkiss против InsaneGaming прямо сейчас, можно немного посмотреть, наверное, на ростеры. Bignum, Chomi, Inquisitor, Judo, Tron. Команда InsaneGaming, RockSkiss, Gablack, YOL, BZZS Perfect, Sidoi и, конечно же, Solo. Можно посмотреть, возможно, на турнированное положение их чуть позже увидим, а сейчас среднее количество киллов. InsaneGaming за игру убивает 22,3 персонажа, Роксызы убивают 23,8, Смертей 33,9, у Роксов гораздо меньше, 20,4. Винрейт команд за наш турнир. Роксы сыграли 8 матчей, выиграли из которых 62%, иными словами, 5 матчей. Ну а вот InsaneGaming пока находится в самом низком рейтинге. 9 игр, 9 поражений. Да, вот они, 16 место, закрывают турнирную таблицу. RockSkiss, 8 игр, 5 побед, 3 поражения, 5 очков. Проигрывать больше, Роксан, нельзя, если они хотят побороться за место на LAN-финалах. Ну и вот, как-то так, самый пикамый герой. Слардар, Даззл, Эмберспирит и Бэйн. У всех по три пика. Винрейт Слардара составляет 100%. Ну и команда InsaneGaming. Не успеваем мы дать всю стату, потому что там уже пики вовсю разлетелись. Самые пикамые герои, понятно, дело, что винрейт у всех 0%, но самый частый тут Даззл. Ну вот, Роксы сейчас врываемся. Мы с вами в пик, Роксы все же по-своему решили сыграть. Ликантроп, Даззл, Лич, Фурион, Пак. Это пик команды RockSkiss, InsaneGaming. Забирают Эмберспирита, Бэтрайдера, Шадоу, Демона и Лину. Интересный набор саппортов, ну и сейчас должен появиться еще какой-то керри. Забанили они, кстати, инвокера, Абадона, Бэйна. Это все-таки удары по большей части по габлаку, ну кроме, конечно, инвокера с бойником. Ну а Роксы избавились от аппарата, наги, дерева, дизраптора и кентавра. Шадоу, Демон плюс Лина. Пикались 202,28 раз. Винрейт составляет 41% с небольшим. Ну, мы видим, что Лина в профессиональной доте всего 773 раза появлялась, в то время как Шадоу, Демон в 3 раза фактически ее обходит. 2331 раз он был пикнут. Ну и Doom ластпиком появляется у команды InsaneGaming. Соло забирают пака. А вот Doom на нашем турнире появлялся 20 раз, а винрейт составляет 45%. Ну и распрыгивайте, ребята, по героям, осталось дождаться. Габлак сядет на лича, садится габлак на лича и смотрим. Кто на ком и кто куда. Конечно же, мой любимый Худ. Худ! Вот он. Команда Insane. Бигнум, Шадоу Демон, Джуду, Бэтрайдер, Чоми играет на Эмбер Спирити, Трон, Лина. Инквизитор играет на думе. Ничего удивительного, это его, наверное, любимый герой. Рокскиз, Габлак, Лич, Соло, Пак. БЗЗ играет на Ликантропе, Седой, Фурион, Йол, Дазл. Ну там Берегридщика пошла, слава Украине, героям слава. Слава нации. В чем я решил свою точку зрения выдвинуть? Передает привет Владимиру Владимировичу. Стул у меня сегодня какой-то молчаливый немного, но я надеюсь, что хотя бы к середине игры он включит. Да, братан. 30 секунд для борьбы. Ну и что? Тут ждут. Ждут. Ганга в мидл с первого уровня. Йол стоит здесь. Йол будет стоять с паком, но я сомневаюсь, что это будет дабл мид. Йол. Йол сейчас может далеко зайти. Сигналит на Йола. Но вдвоем не заберут. Что-то у демон будет ли выходить в спину. Тут нужна помощь будет. Потому что вдвоем они не справятся. Ну и уходит отсюда Йол. Не дождались его, хотя могли бы попробовать спануть. Пак-то убить будет гораздо труднее, либо с шифтом, либо с иллюзориорбом. Ну и выходит Солон Олайн. Глубоко он достаточно зашел. Здесь уже могут выйти ребята на ганг и должны выдвигаться. Пак. Почему? Почему не выходит? Ждут, когда пак потратит иллюзорию орб и после этого гангать. Но, собственно, нет. Должен кидать привязку сейчас Чоми. Спрятри пака. Тут же стан. По соло попадает. Но он успел кинуть иллюзорию орб и уходит. Да, вряд ли дотыкует соло. Остается у него 100 хп. 80 отпивается флаской. Все нормально. Ганг не удался. Нужно было дождаться, чтобы пак потратил иллюзорию орб. Либо прятать его после иллюзория орба. Просто бить. Просто бить. Пока идет. Как только кидает иллюзорию, тут же его прятать. И тогда был бы шанс убить. Но тут поторопились немного ребята и приводят к тому, что Алексей выжил. И отпился просто фласочкой. Что здесь происходит? Бэтрайдер палит. Йола-йол подхил. Бэтрайдер сейчас будут огромные проблемы. Ферстблат забирает. Минус Йол. Ну и Джуда уходит. Уходит на 8 хп. Ферстблат забирает команда Insane. Напоминаю вам, что сегодня команда Рокскиз уже играла поединок против Next КЗ. И этот матч ребята проиграли. Проиграли. Не пошло. Поэтому возможно, что у ребят будет немного минус. Мораль. Все-таки такие матчи они должны были выигрывать. Так, Чуами. Чуами пытается уйти. Еще буквально пару тычечек. Да, и килл забирает лич. Килл для Габлака. Получает третий уровень. Ну, уходит с лайна. 1-1. Рокскиз, сравняю счет. Ну и смотрим дальше. Что тут? Тут Инквизитор. Девауэр. Огненная земля. По дефолту прокачка. С его вариант прокачки. Посмотрим сейчас, что будет в третьем уровне качать. Татликантроп. С прикольными волками. Начинается девардинг. Кто быстрее сожжет. Ну, быстрее сэнтри сжирают все-таки. Команды Инсейн. Не получается с девардить урокскиз. Формят. Интересный набор, кстати, трипл-лайна. Бэтрайдер, Шадоу Демон и Лина. Нечасто я такое вижу. Ну, Эмбер в миде это стандарт. Инквизитор. Третий уровень качается все-таки через Девауэр. Есть у него уже сапог. Физы появляются у Фуриона. Значит, не пойдет, скорее всего, в очень быстрый Мидас. Тут за вышкой, на самом деле, наглеют. Биггнум спрятал. Успеет ли стандарт Лина. Успевает, зацепляет. И у Йолы огромные проблемы. Йол, накинулся Грейв. Должны накидываться еще стаки. Идут тычечки. Йол, неужели уйдет? Бэтрайдеры грызут волки. Сюда прилетает Фурион. Джудо. Огромные проблемы. Добивают его все-таки. И, ну, килл делится на всех. И Шадоу Демон отсюда тоже не уходит. Биггнум пытается отравить Йола. Первый яд прошел. Ну, а дальше что? Минус Биггнум. Перебаковали немного. Наверное, это можно так назвать. То, что заходить за ТВРа в такой ранней стадии это опасно. С физами Фурион, конечно же, ломит до конца за Линой, но не пошло. Джудо. Первый стак. Подходит сюда Лич. Должна быть нова. Ну, и нормальные тыкули залетают. На самом деле, перебаковал сейчас Фурион. Фурион, четвертый стак. Есть ли Грейв? Грейвы нет. И минус Джудо. Правда, Фурион, наверное, тоже погибнет. Да, Габлака забирает Шадоу Демон. Конвейер Гейминг просто 4-2 на четвертой минуте. Йола сбивают Clarity. Эмбер Спирит. Четвертый уровень. Пурман Шилд. Больше ничего. Обузится боту, наверное, или не обузится. Нет, батла нет. Все печально. Соло очень сильно выигрывает Лайн. Миддл 19 убитых крипов, 8 денаев. Против Эмбер Спирита 11 убитых крипов и 2 денаев. Соло чувствует себя здесь более чем хорошо. Плюс у меня есть уже ассист за убийство Эмбер Спирита. Ну, или Контроп. Притаранил себе уже рецепт на Владмир. Остается Морбит Маск приобрести и... Сможет спокойненько отправиться в леса, ставив на фарм... ...своих саппортов. Ну, и так, соло. Шадл Демонову, судя по всему, прятал. Да, качую сейчас саппорты команды Инсейн. Пытаются кого-то найти. Ну, и вот смотрим. Инквизитор. Фейзы. Третий Девауэр. Пока больше ничего нет. Фурион. 900 на руках. Судя по всему, все-таки пойдет в Миддос. Вопрос только когда. Ну, или Контропы здесь оставляют один на один с Бэтрайдером. Что по крипам? Топовый крипстатс на данный момент у Седова. 27 крипов. Следом идет Дум. Инквизитор. И так, попытка цепануть. Пошел Стану. Седова. Проблема. Очень сильно его грызут. Да, и минус Фурион. Отсрачивают его Миддос. Хотя он успел приобрести себе... Перчатку. Чоми. Чоми. Под Сайлансом. Дрим Койл. Выходить за нее никак нельзя, но это минус Чоми. Да, килл забирает опять-таки Габлак. Второй килл наличие уже. 2-0-3. Во всех пяти киллах поучаствовал здесь Артур. Остается ему буквально одного крипа, и он получит шестой уровень. Соответственно, появится чайничек, с которым можно еще больше по-барагозить. Но вот Артур решил не получать. Шестой уровень отходит. А здесь тем временем гонит Бэтрайдера. Бэтрайдер слетает на лоу-граунд или не слетает. Здесь уже Артур. Артур, привет, нова. И вот шестой уровень Габлака. Да. Роскис, 6-3 на шестой минуте. Ликантроп, что тут с Владбиром уже там. Приобретает сейчас тысячу на руках есть. ПЗЗ. Что уровень? Сейчас получит четвертый уровень волков, станет вообще халява халявная. Плак. Убегает Чоми. Ну и что, будут здесь кого-то цеплять? Или же нет? Накидал стаки Бэтрайдер. В любом случае вышка по УХП уже потеряла на топе. Над ботами дум чуть-чуть совсем пропушил. Ну и дум пошел в барабаны. Что Фуриона? Фуриона еще очень-очень много. До Мидоса надо более семи сотен выформить. Не сказал бы, что у него фарм прям летит. Но вот здесь лечь с чайником. Лечь с чайником. Можно попробовать спануть Дрим Койлом. Эмбер Спирит, правда, получил свой шестой уровень уже почти седьмой. Так. Что у нас тут? Рикантроп получает свой седьмой. Четвертые волки. Приобретает себе сейдж масс. Судя по всему пойдет в медальку. Он же медалью, но в кураж. Ну и с минус армором уже очень быстренько может формануть Рошана. Нет больше дилеммы, чем SL и Na'Vi. Фу! У вас это еще дилемму создает. Должно быть определенный SL. Ну ладно, Ликантроп. 9 стиков заряженных. Понятное дело, что против Бэтрайдера стоять тут со стиками гораздо приятнее. Постоянно есть маны на волков и так далее. Просто юзы после стаков и нормально все. Бигнум забирает инвист. Трон в смаке. Можно было попробовать спануть Соло. Но думаю бы ни к чему это не привело. Есть и Shift. Есть и Иллюзориор. Полторы тысячи на руках. Совсем скоро появится Даггер. Ну и что происходит? Контроп фармит. Да, просто фармит. Прилетает к рецепту как раз таки медальки. Уже хватает непосредственно на саму медаль. Ну а здесь Дум. Третий Дивауэр. Четвертая земля. Все-таки решил раскачаться через Реггин. Заход на вышку. Соло. Идут дефы, судя по всему, вышку на ботами. Хотя тут уже знатненько ее подхарасили. 600 хп всего остается. Шадл Демон появился. Ну и... Что у нас? Поздравляем Нави с победой. Вот мне сейчас режиссер показывает то, что 3-2. Все-таки победа. ГГ. Конгратулейшн с Нави. Йол. Грейф и пытается улететь. Улетает отсюда Йол. На фонтан не получилось загангать здесь у Чоми. Ну и смотрим дальше. Лищ. Уже седьмого уровня. Чайник по-прежнему Ньюзен. Есть Транквилла, есть Хедреска. Пойдет, понятное дело, в Мекку. Ну и Волк, как я и говорил, уходит в лес через медалечку. Ладмир, медалька, сапог. Будет фармить лайн, когда он будет оказываться на месте. Безопасно для фарма. Ну и что, пак. Соло. Боттл. И почти даггер. Наконец-то появляется Мидос. На десятой минуте уже у Фуриона. По-прежнему его Сидой что-то не кидает. Ждет появление стака. Появляется стак. Да, ну и вот. Так, здесь грызут Волки. ШД неприятно. Барабаны появляются у дома. Ну и что, пойдут ли ломать Тавер? Нет, смещаются в Мид. Здесь, кстати, огромное количество команды Рокскиз. Есть баночка хосты у пака. И можно было бы попробовать. Под медалькой. Там у Слэма просто... Орива. Да, конечно, Волки очень много дамажат. Мы видим, какой дэмэдж здесь под Хаулем. И не только бешеный. Кстати, есть Хауль. Первый уровень. Почему до сих пор на Рошана они сходили, я не знаю. Есть ли там Фрост Армор хотя бы видничку? Нет пока Фрост Армора. Ну и ТП. ТП. Прилетает в золикантроп. Как раз-таки, все по всему, на Рошана. Есть Смог. Либо будут цеплять до Маслины, либо пойдут на Рошана. Фортификейшн вышки. Прошел ульт Фуриона. Ну и что, будет ли впрыгивать Пак или кто-нибудь? Вышку забирает Дум. Вышку забирает Дум, отходит. Запрыгнул здесь Пак. Забрал Лину. Залетает чайничек. И... Тэп-аут. Тэп-аут Инквизитора. Можно попробовать пропушить. Так, на Рошане. Зачекали. Ёл. Подблочили волками. Пошел Грейв. Должен быть подхил. Пытается отдаться Рошану. Ну, скорее всего, отдастся Бэтрайдеру, да. Минус от Бэтрайдера. Бэтрайдер пытается отсюда улететь. Фаерфлайс всем скоро закончится. И останется он на хайграунде, потому что спуститься не успеет. И приземляется где-то у магазина. Успел затарить даггер и ТП себе. Потратил все деньги. Ну и тут продолжает фармить Рошана. Рошан сейчас упадет. Бэтрайдер. Флеймбрейк. Джудо. Спрятал ШД. Должен быть стан от Лины. Есть стан от Лины. А, нет, что в уровне. Поэтому БЗЗ уйдет. Соло получает Дум. Подходит сюда Фурион. Ну Фурион понимает, что Думу он вообще не пробивает. Там Регина гораздо больше. Барабаны. Плейк Мэя появляется у Дума. У него тьма армора. Просто тут Фуриону никак его вообще не пробить. И Инквизитор скорее всего допалит Седова. Есть, конечно, у него попытка сделать ТП-аут. Один, но либо спруты, либо ТП-аут. Делает ТП-аут. И улетает на 50 хп. Лоу. И Контроп тем временем добивает Рошана. Забирает Аегис. Ну и Фуриончик спасается. Спасается бегством. Но это проблема в том, что у Дума даже в единичку не прокачен Леодесс. Ну и что? Чоми. Можно посмотреть Нетворса на самом деле. 13-й минуты игры. Топовый Нетворс у Дума. 6300. Следом идет Ликантроп. Здесь Даззл погибает. У нее и дальше идет Драка. Лич. Тоже где-то горит под Фаерфлайем. Ну и все остальные расходятся. Лина откидывается. 5800 у Ликантропа. 5100 у Фуриона. 4500 соло на паке. Ну и 3700 у Бэтрайдера. Что по графикам? По графике выглядит как-то так. Рокскиз выигрывает 1500. По золоту по ХП чуть более 4000. Ну неплохой показатель для 13-й минуты. Пак. Запрыгнул под Хаулем. Убивает быстро крипов. Есть дайгер. Не знаю для чего. А, Робу взрывает. ПТ. ПТ будет появляться. Ну и тут Шадоу Амулет появляется у Фуриона. Понятное дело, что соберет Шадоу Блейд. Странно, что это не Некра и так далее. Запрыгивает на Габлака. Габлак. Чайник через 2 секунды будет. Будет ли кидаться. И уходит Габлак. Нет, не уходит. Уходит. Грейвом подсевили. Лол. Жив. Жив Габлак. Очень много спилов на него потратили. Ну и что дальше? Так. Здесь Бэтрайдер. Парит Фуриона. Лассо пока нет. Ну, второй стак. Дебаф от Шадоу Демона. Седой пытается отстреливаться. Но это минус седой. 7. 8. Еще совсем недавно НСН находились просто-таки на дне. На каком-то. Ил трогали своими пяточками. А сейчас. Ничего. Огрызаются. И чувствуют себя вполне неплохо. МСЗ начинает вгрызаться в вышку. Под Хаулем. Вышка. Падает. Эмбер. Бэтрайдер. Запрыгил. Цепляют Йола. Пошел чайник. Чайник просто царский. Как же здорово он там летает. У трона сейчас будут проблемы. Трон. Сожрали трона. Это минус 3. Йол бегает под Думом. Шадоу Демона неужели отпустят. Должны цеплять Инквизитора. Инквизитор. Мансит. Никто не трогает Дазла. Дазл просто спокойненько отбегал Дум. Ну и сейчас отхилится. ШД тоже в таверну. Это минус 4 в исполнении Рокс Кис. Пытались тут что-либо сделать. Инсейны. Но не пошло. Выжил только Дум. Дум, у которого просто тьма тьмущая армора. Отличный реген. Но урона он пока так много наносить не может. Даже с появлением Керасы это ничего не изменит. Нужны артефакты на демидж. Тем временем первый Некра уже появляет. Суликонтропа. Это неплохо. Так. Шедл Демон. Нашли. Спрятал. Будет ли рассказ. БЗЗ подхилили. Будет ли Грейв БЗЗ. Да. Включает трансформу. Начинает вгрызаться. Минус Бэтрайдер. Минус 2. Уже сделали Рокс Кис. Трон отсюда тоже не уходит. Дастан еще долго. Дабл килл от БЗЗ. Ну это конвейер гейминг просто пошел. Упадет еще и вышка, понятное дело. Да. Вешают турну. БЗЗ. БЗЗ отхилится. Рокс Кис начинает набирать обороты. Вторые Некра уже тем временем грейдятся для БЗЗ. Что есть очень даже неплохо. Третьи Некра появятся тоже скоро. Буквально 900 осталось. Нито не забывает, что у БЗЗ еще Аегис. Который нужно как-то выбить. Начинает падать Т2. Будут ли дефать? Там имберспирит прозаживается. А там драка с Соло. Дримкойл потратил Соло. Уходит отсюда Чоми. Но это еще не факт, что есть даггер. Соло запрыгивает. Должен попасть иллюзориором. Попадает. Будет ли Сайланс? Есть на Сайланс. Но да, Соло расправляется с имберспиритом в Соло. Как это звучит? Соло в Соло. Ну и заход на Т3. Боль. Да, тем временем, правда, погиб Фурион и Даззл. В медле идет очень жесткая драка. Соло улетает отсюда. Бэтрайдер запрыгнул. Лассо нет. Очень сильный рассказ. Слеймбрейк. Эту че, лагуну не пожалели? Минус Соло. Правда, тут за это Т3 упадет. Фортификейшн нет. Вызываются новые волки. Хауль через 7 секунд будет. Возможно, даже погрызут бараки. Начинают грызть. Милишный причем. Ну, Хауль будет? Нет. Есть трансформа, если что. Да, включается Хауль. И волки начинают грызть. Эмбер. Что это? Размина Егиса будет на милишный барак? Пошел чайничек. Дум. Тут подошел лич. Куда убежал волк, мне интересно? Волк ушел на НДТП. Или нет? Вторые Некра. Третья Некра. Он просто покупает на чужой базе. Третья Некра. И начинает отсюда убегать. Лёль. Правда, кончается у него трансформа. Бетит за ним. Бетрайдер. Пошли Некра. Волки. Начинает грызаться. Привязочка. Сейчас прилетит сюда Эмбер. Дропа Егиса. Дропа Егиса. Начинает грызаться в Эмбера. Тоже без маны его оставляют. Да, Некра. Третий уровень. На ранней стадии игры. Это очень-очень жуткая вещь. А Соло потихонечку пришел к Орчиду. Остается буквально три соточки. 17-11. Я думаю, очень сильно увеличили свое преимущество. Да, более семи с половиной тысяч по золоту. Восемь тысяч по Икспе выигрывают Рокскиз. Ну и все-таки в этой игре, наверное, придут к победе. Ликантроп. Шива появляется у Дума. Это даже не Кираса. Но я не знаю, что он будет делать. Слишком маленький атак спид. Ну сколько тут секунду? 1,24 пер секунд. Это менее одного удара в секунду. То есть его ДПС меньше, чем вот тут написано. Это печально. Это очень печально. Ну и смотрим дальше. Что у Йола? Урна, три брейсера. Нормальный изотар. На толстичка, так сказать. Ну и Дум. Дум-дум-дум. Здесь будет сейчас цеплять. Бэтрайдер залетел, цепляет. Йола. Тут джембер вгрызается. Ну и Йола сейчас просто кинет... Нет, не кинет на себя Грейв. Потому что мы повесили Дум. И я думаю, сейчас это, кстати, знатный вариант подраться. Пока нет ультимейта у Дума. Здесь тоже, кстати, Орчид появляется у Фуриона потихонечку. Два обливион став уже есть. Пошел ультимейт. Дум забирает здесь еще и Пака. Габлак тоже отваливается. Летает в чайник. Но Бэтрайдер выживает. Потеряли только Лину. БЗЗ никого найти не может. Да, все поулетали с ТП. Никры ему никак не помогли. Ну, на ботоме бараки стоят. Тех игроков сейчас теряли Рокскиз в этом файте. Ну, правда, к Паку Орчид все равно прилетел. Квизитор. По ХП откусила. Убил третьего Некра. Продолжает фармить. 1900 на руках. Что у Эмбера? У Эмбера Фейзы Аквила 1000. Бюджетный вариант Эмбера. Хотя... Хотя, да, по Нетворсу Эмбер Спирит Смеда находится ниже Бэтрайдера с оффлейна. И чуть выше Шадоу Демона и Стреплы. Это даже не бюджетный. Это ипотечный вариант Эмбера Спирита. Ну, вот был бы БКБ, сейчас можно было бы попробовать потягаться. Хотя, вместе с Йолом идет сюда Дум. Ну, Думаем никак не убить. Смог. Соло. Находит. Сайланс. Иллюзорер. Попадает. Произдущивус. Стан. И куда дальше? Что-то будет? Нет, БЗЗ собирается отступить. Или будет Дримкоил. Дримкоил уже есть. С Леймбрейком подталкивает. Кчоми. Запрыгивает Джуду. Вытаскивает Соло. Соло. Не самый лучший таргет. БЗЗ сейчас может погибнуть. Получает Грейв. Уходит отсюда. Соло идет дальше. Загнобил одного. Видит Трона. Трону тычка по лицу. Лагуну. Зайвейдил. Лол. Как же царство сейчас играет Соло. Арчит будет через секунду. Ну. На ШД арчит. Не вешает Арчит пока Соло. Соло запрыгнул на хайграунд. Но его продолжает вешать дебафы. Ну и Соло здесь погибает. Перебычил немного наверное. Так можно сказать. Расстреливают Бигдума на хайграунде. Фурион. Ну и тычку то последнюю. А нет. Догорает под Орчитом. Да. Я не заметил. Там Орчит. Ну и 2 в 3. 2 в 3 подрались ребята из Инсейн. Не могу сказать. Что это самый худший вариант развития драки. Для них были и хуже. Ну что седой. И снова. Седая ночь. Так ладно. Фурион улетел на базу. Паригенится. А нет. Вру. Не на базу. Фурион продолжает фармить. Ну и 20 минут игры позади. Что по графикам. 10 тысяч по золоту выигрывает Рокски. 10 тысяч по экспе. Есть у них преимущество. Ресается Рошан. Если что. Ликантроп как раз таки на него наверное и летит. Да. Прилетает. Владмир. Некрань. Медалька. Все есть. Все можно кидать. 1700 на руках. Но не помешал бы ему на НБКБ. Начинает гриц Рошан. Рошан отваливается просто очень быстро. Ну все. Сгрыз он его буквально за 10 секунд. Росанегис. И тем временем Бэтрайдер забирает Фуриона. Фурион был на топ лайне. В соло справился с ним. Бэтрайдер выживает. Фурион улетает. Ну и что. Габлак 13 уровень. Есть Мека. Есть Форстаф. Второй ультимейт. Чайник не в ГД. Сейчас идеальный тип просто по ботуму наверное. Там тавера нет. Можно хоть как-то пробовать зайти с некрами, с волками. Протаранить потихонечку рейнджовый. Потом и лишний барак. Как Каспер завещал. Так. Ульт Дазла. Сейчас много минус армора. Эмбер залетел. Будет ли цеплять Дрим Койлом или нет. Соло запрыгивает. Иллюзори. Есть Дрим Койл. Вгрызаются волки. Там нормальный минус армора. Дазла на стаках. 8-12. Пошел чайничек. В дума. Чайник летает по крипам. Начинает вгрызаться. Здесь БЗЗ. Включает БКБ Инквизитор. Ну и вешает Дум на БЗЗ. У которого есть Аегис. Которому в принципе по барабану. Байбэк от Эмбер Спирита. Байбэк от Бэтрайдера. Дум сидит в таверне. Будет ли заход на хайграунд? Ну подождут. Крипов наверное зайдут. Дума нет. Эмбер там мало что может противопоставить. У Бэтрайдера есть лосо если что. Так вот заход на бараки. Бараки ватрас побыстрее падают. Он задает стан. Провязали фортификейшн. Эмбер пролетелся разок. Но не хватает. Дэмэджи нету. Трех ботов Юрий доедался. Ну и падает барак. Падает барак. Начинает бить ринжовую. Волки кстати. Он нормально грызут. Взрывает их Shadow Demon. Ну не стоит звать про то что все эти два вышки у команды Insane по прежнему стоят. Я думаю это решаемая проблема. Фурион тоже так думает. Продолжает фармить БЗЗ. 4-300 в руках. Бэтрайдер запрыгнул. Лосо нет. Сбревает здесь мгновенный Йолан. Ну и... Flame Break. Лич дает новую. Пошел Лизори Орб. У Пака есть ультимейт если что. Инквизитор. Очень много дэмэджа под медалькой. Но под ультой Дазла ему эта медалька... А нет. Ультой Дазла вру. Инквизитор сбревает БЗЗ. Как здорово. Закрывает двоих. Правда седому здесь наверное беда будет. Хотя БКБ совсем скоро кончится. Правда до трансформы дотыкал Фурион. Тем временем еще и Рокский Соло оформляет даблкил. Там погибает Эмберспирит. Заход на бараке. Падает и Рейнджовый барак. И не спасает никак. Протекшн. Что пойдут на Т4. Да идет бить Т4 БЗЗ. Есть трансформа. Пошли третий инекран. Наваливают под Хаулем. Очень даже неплохо. Полувышки сбрилась. Фортификационный нет. Вытопнули Бэтрайдера. Бэтрайдер тут же с Даггера улетает. Начинает падать вторая Т4. Есть лосо. Есть лосо. Цепляют БЗЗ. БЗЗ везут. Бэтрайдера... Ну да. Грейв под хил. И спокойненько уходят. Ой-ой-ой. Где там Фурион разваливает? А, он стоит под фонтаном. Есть. Пацанов с дезолятором и арчидром. А че нет? Ну... Ну... Нормально же все. 270 атаки. Начинает падать вышка. Будет ли Хаут? Ну, нажми, братанам. Помоги. Волки. Грызаются. Оп. Первый отвалился. Шива. Дум. В кого идет? Тут есть что чайник. Пошел чайничек. Бэтрайдер. Пак. Соло запрыгнул. Кончается. Firefly не долетел немного. Джудо пишет улыбочку. Ну и я думаю, что скоро пойдет ГГ. Леконтроп с Тарасочкой. Затарился. Дримкоил по двоим. Неплохой трон. Попадает с таном по БЗЗ. Еще и кидает в него ультимейт. Эмбер Спирит. Полезет Ли. БЗЗ. Забирает Лину. Тут остается в живых один Инквизитор. Расстреливает его. БЗЗ. Просто стоит, харасит. Пытается уйти здесь Инквизитор. Инквизитор. Еще тычечка по спине. Да, есть. От Соло. Дамин Эйдинг. И остается голый трон. Я думаю, что это ГГ. ГГ пишет Бигнум. ГГ пишет Чоми. Поздравляем Рокскиз с, наверное, заслуженной победой. Оправились они после сегодняшнего поражения. Получают очередные три очка. Красавчики. Красавчики. Подсобрался Артур. Ну и сейчас у нас вобьется матч Айди. И мы сможем понаблюдать стату. Как изменилась турнирная таблица. Что там, как и куда пошло. Ну а я после окончания этой игры пойду стримить свои папчики на канал Гудгейма. Ссылочка появится у вас в чате 4 минуты. Меня включили. Привет. Я по вам скучал. Ладно. Привет, дорогие друзья. Это Годхан. Да, режиссер. Вы не видите, который такой пакет сотворил и врубил мою наглую рожу к вам на камеру. А где братюня? Братюня, тебя опять не включили. Малыш, не обижайся. Ну ты просто в этой игре очень мало участвовал. Ты хотел, но... Ладно. В следующий раз я дам тебе вставить слово. Не обижайся. Все хорошо. Могу уверенно положить руку ему на грудь и сказать, что он нормальный тип. Никогда мне не мешает. У тебя наушник светел. Ладно, с ними все. Ты комментировать уже не будешь. Да, дорогие друзья. Там у нас, наверное, вбилось. И мы сможем сейчас посмотреть статистику, как изменилось, куда у нас поднялись RockSkiss. И... Вот она! Намотана на экран. Соло 10 киллов. Пак. Джуда исполнил 8 киллов. Отлично отыграл на Бэтрайдере, я считаю. Следом идет Седой. 8 киллов на Фурионе. А это статистика смертей. Трон. Умирал. Умирал 10 раз. Чоммит тоже умирал. Смеда 8 раз. Ну и Йол Бигнум Джуда по 7 смертей. Ну это количество дамеджа. Всех больше дамеджа вывез Фурион. Конечно, его ультимейт. Фармы в лесу и так далее. Следом идет БЗЗ из Перфик. Тоже 17 тысяч. Соло на паке 15 300. Выдал. Ну и Джуда на Бэтрайдере 14 тысяч. Чоми заключающие пятерки 10 700. Ну это гейм статистик. 34 килла у Рокскиз. 21 килл у Инсейн Гейминг. 35 смертей у Инсейн Гейминг. 21 смерть у Рокскиз. Если Рокскиз, как настоящие мужчины, принимали всегда смерть от команды Инсейн лицо в лицо, то Инсейн Гейминг это умудрились ни разу задохнуть не от врага. Ну а так выглядит сетка. Рокскиз прыгает на восьмую строчку, получая 18 очков, выравниваясь с Virtus.pro и Cloud9. Правда, Cloud9 в запасе одна игра. Ну а Инсейн Гейминг по-прежнему находится на самом днище. 16 строчка. 10 игр, 10 поражений. С чем мы их и поздравляем. Лучшего результата добиться достаточно трудно. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Через 2 минуты в чатике появится ссылочка на канал, где я буду стримить пабы. Для тех, кто не уходит спать, им интересно посмотреть. Можете туда приходить, любоваться. Правда, будет там, конечно, мат, разруха и насилие, но периодически, возможно, стрим будет ламповым. Все, до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока, катаны.